Если же я беру пресет, он обязан обеспечить их сортировку по их смыслу. B, C, D, он по алфавиту устраивает. Получается, это часть состоится неизменная, а это он сортирует на самом деле. Да. Тут надо просто думать. Первый момент. Я создаю орайлист и добавляю в него. Он что-то делает со своими элементами. Я создаю тресет и добавляю в него. Он тоже как-то там убирает дубликат и сортирует. Ну, каждый живет в своей жизни, но при этом она выглядит общей правилой. Да. Ну, когда я к A добавляю B, то понятно, что A берет элементы из B в том порядке, в каком их храним в B, и дальше применяет к ним свой какой-то порядок. А орайлист, например, просто сохраняет тот порядок, который тебе не прилетел. Потому что у него по индексу, но все равно говорит, ты гость последний, ты еще дальше, ты еще дальше. Если, например, орайлист, где было, например, B, A, C добавить в 3-сет, то он возьмет элементы и пересортирует и скажет, не-не-не, вы не полфабин. И расставит полфабин. Если что. В каком случае? В смысле, вот этот результат, это будет место с орайлистом, да? Потому что я в орайлист добавляю второй. То есть будет результаты типа первого? Да, да. В данном случае вот этот, это просто источник данных, откуда данные берут, но единственное, что их берут в том порядке, в каком та штуковина их предоставляет. Поэтому есть контейнер, коллекция, вот метод итератор, который наследовали еще больше. Есть такой интерфейс iterable, который сегодня метод, итератор. Итератор, это такая штуковина, которая очень сильно просто, говорим постоянно, абстракция, интерфейс, сущность, просто слишком, получается, за ум. Штуковина более, означает, что у меня в это ни хода никакого смысла, это так вот. Итератор, это фактически такая штуковина, очень напоминает, во-первых, это название шаблона Gov. Java и шаблоны Gov появились примерно в одно время, в 95-96 году. И тогда очень сильно молились на шаблоны, как и сейчас, и в Java их очень много. То есть ряд интерфейсовых классов просто по названию видно, что это шаблоны. String Builder, есть такой шаблон Builder. Итератор, такой шаблон Builder. Эта штуковина, по сути дела, слегка расширенный input stream. Только в input stream у меня фактически есть только один метод read, а здесь есть два метода. Есть метод hasNext, который расщает Boolean. Он говорит, есть ли еще данные. Есть метод next, который возвращает следующие данные. Если я вызову next, хотя hasNext, который don't hold, я выкину какой-нибудь exception, там, no such element exception. Input stream просто возвращает он раз за разом минус один. Кстати, интересный вопрос. Если я вызвал input stream read, он вернул минус один. А я еще раз, еще раз, еще раз называю. Он постоянно будет минус один возвращать? Ага. Или раз он вернет, а потом кинет exception. Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что... И еще метод remove есть, но он то, что называется опциональный. Специально для Java Utila, по сути дела, язык в Куртире такой exception. Он support operation exception. Это в том случае, если... Тут опять же идет нарушение голоса. Есть какой-то интерфейс. У меня есть куча методов. Я говорю, да, да, я вот эта штука. Начинаю реализовывать. И вдруг оказывается, что я один метод реализовывать не хочу. Мне вот все нравится, а мне это реализовывать не хочу. Вообще говоря, это нарушение как бы опыта. Ну, нельзя быть потомком, не реализуя контракт предков. Вообще говоря, если ты хочешь быть фигурой, у тебя должен быть периметр, цвет, площадь компонента. Где скачься, да, у меня не будет площади и периметра. Но в реальности так получается, что очень хочется кем-то быть, но все реализовывать не получится. По каким-то причинам. В таком случае, специально добавили JavaLang, исключение OnSupportEdOperationException. У нем нет никакого волшебства. Просто в JavaUtile часто встречаются методы. Когда интерфейсы наобещали, мы хотим быть ими, но не реализовывать. И мы, когда вызывали этот метод, получаем OnSupportEdOperationException. ЖДК существует ряд контакциональных методов. Подойдет вот тактенный жирный интерфейс в коллекциях. А потом честно говорят, что вот эти методы обязательно надо сделать, а вот эти два, но только если вам действительно это не лень. Если вам лень, идите OnSupportEdOperationException. Надо сказать, что в жизни это тоже нарушается. То есть, если брать OnSupportEdOperationException, скажем так, первые серьезные иерархические классификации появились в биологии. Это классификация Linné. Ей там лет 300, наверное. Когда начали живые существа объединять в иерархии, говорят, что это млекопитающее, это растение, это какие-то порнокопытные и так далее. В принципе, в ней тоже есть нарушения. Всякие там утконосцы. То есть, вообще говоря, млекопитающие, те упаковые в грудь, вообще-то яйца не несут. Яйца наверху налево, к птицам. Но, тем не менее, крокодилы у них нет в груди, зато они не несут яйца. Но есть млекопитающие, у которых и грудь есть, и яйца несут. Ну, вот так. То есть, сбои в биологии тоже возникают, когда там вроде млекопитающие яйца не должны нести, но есть такой потомок, который яйца несут. Но их немного. То есть, в жизни, как в жизни, так и в ОП, бывают случаи, когда надо что-то такое вставить, что не совсем согласуется с общей иерархией с красотой. Здесь даже специальное слово называется, я не знаю по-английски, по-нашему называется «костыль». Костыль – это когда ты что-то спроектировал, так все красиво. Если вам нужен такой класс, он тут, а такой класс – тут. Все классно, а потом надо срочно что делать, и получается на какую-то штуку сделать, которая даже и там, и там. И ты такой, вот еще. В менеджменте так же название, ну, есть понятие «технический долг». Это, скажем так, совокупность костылей, которые можно починить. Считается, когда менеджмент на нас орет, мы быстро программируем, то у нас накапливаются костыли. И вот те костыли, которые можно починить, менеджмент красиво называет «технический долг». По-нашему означает «хорявый отрывает проект, работает медленно, ни черта не понятно, документация расходится с фото, все время падает, и вообще-то я даже не хочу читать имена этих страшных классов». И в классах опять нечто, а менеджмент называется «технический долг». И, соответственно, мы должны его как-то выкладить. Менеджмент выделит время, и будут рефакторы энд проекта. Итак. Итератор – это способ, всякая штука. Если что-то является iterable, это означает, что есть метод итератора, который означает «итератор». Это означает, что эту штуку можно перечислить. Вот у меня есть set, в нем нет порядка, нет доступа по индексу. Когда у меня есть массив, я могу как перебрать все элементы? Я могу снаружи их перебрать. Я могу принескать твой лэнс, он говорит 25, я говорю, for k равен 0, k меньше 25, array, квадратные скобки, cut, и брать элементы. У ряда вещей, у которых нет, например, доступа по индексу, например, set, у них нельзя, вот так сказать, непонятно, как взять все элементы. Да, поэтому у него берем итератор, итератор – это когда данная коллекция сама себя упорядочила и говорит «вот на по одному бери все». Этот порядок у хэш-сета, у хэш-мапа ничем не определен, в плане, что в документации не описан порядок, то есть как удобно им возвращать. Так, коллекции примерно посмотрели. Теперь лист. Что добавляется у листа? Они зачем-то повторили, вот видно, что из предка делали. size, empty, contains, итератор – это все мы уже видели. To array, add, remove – это все повторяется. И вот, наконец, начались его личные методы. Это методы. То есть коллекция, скажем так, имеет отношение, скажем так, к теории множеств. Можем взять совокупность элементов, можем их объединить, можем пересечь, посмотреть, что есть там, а там, можем взять разницу, отсюда вычесть те, которые здесь есть. Вот такие общие операции. Можем что-то добавить, метод add есть, можем что-то удалить, прикискать, удалить его, можем спросить, есть оно там. Лист – это уже уточнение. Мы говорим, что у нас самая коллекция будет индексирована. У нас есть метод f, и мы можем по целочисленному индексу получить элемент. Есть метод set. При этом мы по индексу записываем элемент. То есть вот эти два метода – это полный аналог, собственно говоря, массива. И теперь я делаю элемент. И я могу у а, напишу первых не а, а, лист, у листа сделать бед нулевольный. И я могу у а, напишу первых не а, а, лист, и get второй элемент. Это элемент ac. И могу делать set. Я могу делать set, нулевой элемент, делать уставить x. Да, у всех коллекций красиво реализован метод toString. Println – какой-то object. Это будет дальше череда передач. В конце концов, если object нул, у него напишут нул, иначе object возьмут toString. То есть когда я println бросаю какой-то ссылочный key, лично у него вызывает toString. У всех коллекций toString реализован красиво. Вот, со скобочками, с запятыми. В отличие от массива, у которых toString не реализован красиво, оно разрешает абракадабру. Поэтому, когда мы распечатываем массив, надо написать java.util.arrace.toString дать им массив, его тот красиво разворачивает. Все коллекции имеют хорошие toString, поэтому мы имеем красивый вид. Да, в данном случае метод set по индексу, get по индексу – это полный аналог методов массива. Но то, из-за чего, собственно говоря, листы ввели – это вот. есть возможность менять массив, можно менять внутреннее хранилище, можно сунуть по индексу, при этом элементы как бы раздвинуться. То есть метод get и set, они работают с текущим элементом. берут его, он не исчезает, либо перезаписывают, как с массивом. Метод add, по сути дела, между существующими элементами вставляет. То есть если я говорю add – пятый элемент, это означает, что текущий пятый станет шестым, шестой – седьмым, седьмой – восьмым, а мой станет пятым. Метод remove – это не то же самое, что set – ноль. Если я делаю set – десятый элемент – ноль, то у меня в массиве он сохранится размер, просто в этом месте будет ноль, нул хранится. Когда я делаю run – десятый элемент, у меня просто десятая ячейка исчезает, эта штука схлопывается. То есть коллекция становится на единицу короче. То есть если я сделаю такой элемент, он будет массив меньше, а потом больше? Наверное, будет array. 0,0,0, а потом получится число? Нет. Если я сделал, например, set – и какой-то exception будет там в обе. . То же самое. Вот даже они кидаются в array. Это set – я могу сделать add array. . Ну, то есть они даже кидают exception, который для массива придумали. Ну, они говорят, что размер 3, а вы пытаетесь использовать стоп. Да. Хорошо. То есть метод add – я говорю, первый элемент хочу добавить x. Не вы первый элемент имеете? После первого. Да, да, да. Я хочу, чтобы на первой позиции, это не после первого, потому что есть же 0. Я хочу, чтобы на нулевом месте было вот это, но все предыдущие сохранить. Ну, поскольку их сюда сдвинуть нельзя, иначе отрицательных индексов-то нет, нулевой минус 1 стать не может, поэтому они… Да. Добавили, распечатали. И можем сделать remove. . . Здесь возникает вопрос, как это все работает. То есть суть в том, что, вообще говоря, такие операции напрямую компьютер не поддерживает. То есть, если оперативная память поддерживает чтение и запись произвольной ячейки памяти, то поэтому массив это поддерживает. То есть, по сути, она превращается в машинные инструкции, отдают такой приказ процессору памяти, и она сама работает. То есть, это делает железо. То вот, динамическое изменение коллекции, динамическое изменение структур данных, то есть, уже компьютер не поддерживает. И поэтому нужны библиотечные классы какие-то. Да, тут все очень четко. В языках, в которых массивы поддерживают динамическое изменение, чаще всего массивы работают медленно. В PHP, по-моему, массив поддерживает динамическое изменение, поэтому он посудил по нашему хешмапу, и где там можно просто найти места. Ситуации, в которых их массивы работают очень медленно, потому что у них не настоящие массивы. Итак, как это реализовано? Если это арейлист, то внутри арейлиста, внутри класса арейлист, так и содержатся массивы. Поэтому слово арей в названии. И когда я делаю get, там, третий элемент, по сути дела, то вот просто пусть там будет массив data, например, то они, собственно, переводят это в data 3. И его return. Здесь надо сказать, что это происходит очень быстро, скорее всего. Современные виртуальные машины и в C-Sharp, и в Java, и в этих языках программирования. Если get, если метод get, такой вот, выглядит вот так, return, там, какой-нибудь data, там, каты, то, по сути дела, даже виртуальная машина, когда это анализирует, она выкидывает вызов метода. Она делает то, что называется inline. Она берет, и там, где я вызываю метод get, виртуальная машина приоставляет эту строчку. То есть, по сути дела, у C++ было еще такое ключевое слово inline. Когда я его писал, я подсказывал компилятору, что я там функцию вынес отдельно, но когда я вызываю, то если функцию вызывать честно, то она на стеке выйдет маленькую память. Скопировать туда агументы. Передать туда управление, оно там выполнит одну строчку, а потом на стеке схлопнуть. То есть, для такого простого действия, время которого один такт процессора, скажем так, делать еще танцы из 50 тактов лей, в Java уже ключевого слова inline нет. Считается, что возьмите хорошую виртуальную машину, она в реале просто смотрит, как вы работаете, и если видеть, что какой-то небольшой метод постоянно вызывает, то она динамически прикомпилирует. То есть, вообще, какая виртуальная машина может по нескольку раз транслировать ваш метод в машинные коды. Она так и транслировала, погоняла, говорит, а так, у тебя на процессоре есть SSE 3. Она перегнала в другие машинные коды. Так попробуй, а у тебя еще MNX есть, вот так перегнал, а у тебя T6. Она по-разному пробует. То есть, кроме того, что нам вот этот код вместо вызова MNX прямо вот эту строчку поставить туда кланадо, то, что более приватная виртуальная машина не смущает, она там зависит. Второе, что в принципе выбирается все адекватное, поэтому тяжело сравнить по скорости Java и C++. То есть, есть тесты, на которых Java рвет C++. В специально подобранные тесты, когда наша виртуальная машина на лету может подобрать так инструкции, глядя на текущий процессор, она убирает методы, подгоняет типы туда онлайн, переставляет инструкции, выбирает такой сценарий, при котором Java на текущем процессоре работает лучше, чем с компирированный код C++. Потому что они компирировали непонятно на кой процессор, а виртуальная машина работает на конкретном. Итак, то есть, фактически, у нас прямой доступ к массиву. Тут начинается интересный момент. Что происходит, когда я делаю ReMu в ячейке? Тут все просто. Если я хочу удалить ячейку, по сути дела, вызывается System ArrayCode, при котором вот этот хвост копируется вот сюда. Еще тут же получается правило, что в ReMu очень хорошо работает на конце, и очень плохо работают все остальные части. Как делается добавление? Вот тут интересный момент. А ReMu, когда его создают, у него изначально есть два числа. Оно называется Size. И оно ноль. Мы его видим. Есть метод Size. У нос созданного листа Size ноль. А еще есть Capacity, емкость, которую мы не видим. То есть, снаружи, из публичного API его не видно. Если зайти внутрь, его видно. Есть такое приватное поле, они им пользуются. Нам, основное не нужно. Это реальная биомосила. Так вот, вообще говоря, Capacity, изначально, оно не нулевое. Если посмотрим, как мы создаем ArrayList, то мы можем его задать. Например, 64. Но если мы думаем, это не данное. Это не то, что в ArrayList будет число 64. Нет, это начальный размер ArrayList. При том, что на нас это никак не повлияет. То есть, мы нигде не видим еще 60 пустых ячей. А теперь можно даже на 650 его добавить? Нет. Нет. Это, в основном, или два. С точки зрения бизнесом говорят, вот сейчас у вас пустой массив. Теперь один или нет? Два? Три? Нет, нет, нет. Так получилось, что у Java в API в коллекциях нет метода, который бы сразу выделял коллекцию и заполнял ее чем-то. В нашем случае это был бы ArrayList на 64 нуля. Вот когда я массив выделяю, я ему даю размер, и автоматически массив чем-то заполняется. Здесь это Boolean и False, ссылки нулями, нулами, числа нулями. У коллекции не так метод. Пока ты туда что-то не добавил, размер 0. Да. Если мы не указываем 64, по умолчанию, там вот, ZIS 10. Большое слово ZIS означает, что вместо этого конструктора вызовет другой. вот этот. Мишел копать. И они внутри, в конце концов, создают, собственно, массивы элементов под new object внутри. Оптимально? 8, 16. Не знаю. В данном случае вот. То есть идея в следующем. Что? Смотри. Теперь, теперь, они внутри себя, кармасить я не знаю, ну это размер массива. Его можно, наверное, даже не хранить как поле. Вот есть, есть поле типа массив объектов, да? Вот и, собственно, у него всегда лэнс надо взять. А есть сайз. Сайз сейчас 0. Там есть поле сайз, оно 0. Вот. сайз сейчас. Вот. Все меняется, когда мы заполнили все ячейки. В этот момент, если я делаю метод просто add без индекса, это означает в конец. или add по индексу. Я хочу не в конец, давай, я сюда потосулю. То памяти больше нет. В этот момент в моем вызове add, не знаю, сказано ли это в JavaDocker, в конкретной текущей JDK размер увеличивается в полтора раза. Но вот эта цифра 10, начальный размер, и то, что, когда не хватает памяти, увеличится в полтора раза, я не знаю, отображено ли это в JavaDocker. Потому что все, что не сказано в JavaDocker, это означает, что они имеют право, как в одной JDK метод версии и версии, типа в восьмой решили, что они в полтора раза, в десять раз увеличивают. Так и может меняться в JDK, JDK от разных поставщиков. Суть в том, что мы все, когда пишешь «даллога JDK в Google», нас бросают на сайт SunOracle. Но кроме того, можно быть корректным JDK, можно быть корректным GVM, и при этом можно быть произведенным другими людьми. Просто так получилось, что ни у кого особенно нет желания переписывать эту здоровью стандартную бритеку, которая, в общем-то, отлично работает. Но, тем не менее, какая-то шландроида есть, наверняка переписанная с нуля, а потом она под второй. Вот, в принципе, у ABV есть своя JDK, у Oracle была своя JDK, а я купил сам, но у него две JDK. Она не сильно отличается, то есть некоторые классы переписаны, но переписаны. Я что? Отвечаю на собеседование, надо внимательно почитать. число 10 и число полтора. Если это написано в джаводорке, то значит, всегда везде так. Иначе, может оказываться, что это в моей личной версии от Oracle, седьмой JDK это-то. Итак, когда не хватает в моем методе R, они выделяют новый массив в полтора раза больше. Эта операция занимает непонятно сколько времени, но есть подозрение, что много, потому что он уже элементы массива проинициализирует. Потом вызывается SystemArrayCopy. Да, если я хочу в конец добавлять, они просто делают SystemArrayCopy, и мой элемент добавляет. Если я хочу добавить в середину, то скорее всего они, например, сюда опять добавить. Они вот SystemArrayCopy вот это вот так, вот это вот так, ну то есть пять кусок копируем сюда, это сюда, и вот моя ячейка сюда добавляет. То есть при этом, когда size дает до 10, при следующем добавлении Capacity станет равным 15, а size 11. Из этого получается, что график метода R без индекса в конец выглядит очень забавно. Это будет номер элемента, это время. Первые 10 добавляются одинаково. 11 добавляется долго. Потом 15 добавляется еще дольше. Пришлось скопировать 15 элементов. Потом после 15 где-то 22, добавляется еще дольше. И пришлось 22 скопировать. Потом примерно мы в районе 33, а опять еще дольше. И в общем-то тут график и нет. В данном случае, если вы заранее знаете, сколько вам данных надо, желательно, заранее такой размер рейлисту и сказать. Например, если у вас старая коллекция сотрудников, и вы хотите с ней что-то делать, в принципе, у вас там 100 элементов. Вы знаете, сколько будет в конце. Например, вы возьмете всех, будете сортировать, тропа уголить. Значит, вам 100 хватит. У вас здесь две коллекции. Тут 100, тут 150. Вы хотите их слить, что там сделать, возможно их будет меньше, точно не больше, чем эти. Вы выделяете размером сумму. В принципе, это означает, что у вас будет предсказуемое время работы. Раз. Два. Вы не наружаете гарбич коллектор. Потому что каждый раз происходит копирование в новый массив. А старый массив остается отдаётся гарбич коллектору. Оно как бы вроде не страшно, но нехорошо, что вы вроде добавляете элементы, вызываете метод add, а у вас в ряд времени появляется работа для гарбич коллектора. Но тут скорее возникает хитрость в следующем, что, да, если вы добавляете только в конец, у вас только одна проблема. Проблема, что в ряд времени происходит рост времени, и отдаётся кусок гарбич коллектора. Всё ухудшается, если вы постоянно добавляете и удаляете элементы из середины. Ударный коллектор вы не напрягаете, но когда вы удаляете. У вас вызывается жуткий system array copy, который теормирует весь кусок. Если там сто тысяч элементов, то у вас где-то удалить элемент занимает примерно сто тысяч каких-то единиц. То есть чем больше коллекции, тем в милле не работает удаление. Ещё без головы списка удаление работает милле еще не с конца. А если мы добавляем элементов, то уделка смешается, например, если мы добавляем элементов, а потом удаляем. Мы меньше пяти элементов, больше пяти элементов удаляем, то у нас шестый цвет такой же. Вот тут начинаются интересные моменты. В программировании часто возникают не противоречия, а выборы двух вещей. Достаточно типичная, это такая вилка выбора между памятью и процессором. Если мы заранее, мы не знаем сколько будет элементов. Если мы сделаем array based на миллион, мы сразу, у нас получается как бы потеря памяти. Мы выделили уже миллион ячеек, но ищем не с пользой. То есть потребление памяти уже выросло, с точки зрения операционных, но мы ещё ничего не делаем. Зато у нас не будет лишних систем array copy. Можем вначале выделить маленький массив, почти столько, сколько надо. Если элементы растут, то время времени возникает систем array copy, мы нагружаем процессором, приближаем глобальное потепление и прочее. Тратим время, зато у нас вначале было мало памяти. Это важно, например, очень для, допустим, компьютерных игрушек. Вот где это ещё видно, например, Google Maps. Я смотрю на карту на спутнике и начинаю её скроллить. С одной стороны, они должны предсказывать, в какую сторону я скроллю карту. Ну, если я пять раз подряд нажал право, всё понятно. Вот они должны загружать и загружать вправо в картинке. В другой стороне, непонятно, хранить ли им эти шпиги высокого разрешения слева. То есть у меня уже одна вкладка, живёт уже 50-ми на байт, 100-ми на байт. Получается, у них возникает вопрос. То есть, пока они хранят в памяти, они съедают моё азут. Зато если я экран верну, они очень быстро отрендуют старый кусок. Можно попробовать сохранить в файловой системе. Тогда возникнет задержка при чтении. Можно, когда я экран сильно сдвину, старые картинки забыть, а если я пойду назад, опять закачивать их из сети. То есть, получается, у меня выбор между тем, эксплуатировать сильно сеть или эксплуатировать сильно память. Сильно память. Сисадмин, да? Нет, нет. А если где мы двигаем трейсов? Эти проблемы, вот такая работа со структурами данных на таком уровне постоянно возникает у разработчиков комбинарных игр. Когда, по сути дела, принципиально забивают память до отказа. То есть, если это не какие-то там логическая головоломка, то в этом случае, они говорят, как можно больше текстур, больше звуков, больше видео, больше эффектов, треугольников, всего больше, персонажей. И, по сути дела, говорят только вот, мы хотим забить те 8 гигабайт памяти. Соответственно, постоянно возникают другие выборы. Итак. Сейчас перерывчик будет. После перерывчика рассмотрим, как устроен линкет-лист, и второе, как сравнивать красиво, как это сейчас, книжка по аллоритмам принято, и на всех саммитситах я это спрашиваю, как описать вот это время работы. Ну, то есть, можно, конечно, рисовать график, но, как бы, это более точно описывает, как работает метод n, но очень тяжело сравнивать два разных кривых графика. Мы рассмотрим так называемую bigO-аннотацию и bigT-аннотацию. bigT-аннотацию и bigT-аннотацию и bigT-аннотацию. Так, что-то еще. Epsilon? Нет. Америка, мегаметра. Вот рассмотрим их. Их, по крайней мере, из тех, кто вас будут собеседовать, две конторы, по-моему, спрашивают. Перерыв.